Здравствуйте! Мы находимся на одном из крупнейших предприятий военного Куйбышева, Куйбышевском механическом заводе, ныне заводе «Салют». В годы войны здесь производили бронедетали для самолета, в том числе бронекорпуса для знаменитых Ил-2. Завод был отмечен правительством орденом Красной Звезды, а 105 тружеников медалями. Сейчас мы, можно сказать, святая святых в музее истории завода. А рядом со мной человек, который большую часть своей жизни посвятил работе на производстве и основал этот самый музей, Петр Леонтьевич Моисеенко. Здравствуйте, Петр Леонтьевич! Расскажите нам, пожалуйста, как была налажена работа в то непростое время военные годы. Наш завод был основан 25 декабря 1941 года Государственным комитетом обороны СССР. С этого времени мы начали производство бронидетов от деталей отдельных. Все истребители, все бомбардировщики были снабжены элементами защиты. Кроме того, было выпущено всего 16 тысяч комплектов. Петр Леонтьевич, а как вообще производство было налажено? В каком ритме работали? То есть это как какой-то график был с 8 до 6 или все-таки и на ночь оставались? Значит, дело в том, что вообще-то было только две смены. Смена первая, значит, это 12 часов с 8 часов, значит, и отсчет, сколько там положено. И вторая смена, то есть цикл получался. 12 и 12, 24 звучит. Ну, вот такой круговорот. Причем никаких отпусков, никаких этих самых воскресных дней не было. То есть без выходных? Совершенно без выходных. И так продолжалась всю войну, надо сказать. Ну, а ритм и работа. Можно сказать только то, что когда нужно было, люди вообще не выходили с завода. Они здесь же и ночевали, ночевали у станков, ночевали около своих верстаков и так далее, где только можно было. В том числе и начальство тоже, она на график-то и не смотрела, собственно говоря. Все зависело от того, что надо сделать, за сколько и когда. И вот когда поступали заявления, особенно, значит, вот Сталинградская бетва, Курская бетва, что требуется такое количество этих бронесамолетов, на которые мы поставляли как раз, значит, первому и восемнадцатому завод бронекорпуса. Вот. То есть здесь уже эта авральная система, тут уже не поймешь, значит, где начало, где конец, где, значит, это самое утро, где люди просто, можно сказать, на это не обращали внимания. Они работали до изнеможения. Большую армию, нам, значит, вот такого молодого состава, это поступило с Ленинграда. В 1942 году, когда, значит, была налажена эта самая переправа через Ладожское озеро, стали вывозить детей оттуда, и к нам сразу поступило три ремесленных училища. РУ-18, РУ-55, РУ-37. Вот эти вот ребята, ребята, вот, которых еще не было, значит, даже этих паспортов и так далее, работали наравне с мужчинами, то есть с теми, которые тут работали, значит, вот, то есть с Тахановцами были и так далее, и так далее. И надо сказать, что они сделали огромную славу для нашего завода, обеспечив, значит, вот этот бесперебойный, можно сказать, выполнение графика и прочее, прочее. Я вам скажу, что в 1942 году, в марте Мейси, у нас началось движение, значит, создание этих фронтовых бригад. Член фронтовой бригады обязан был работать, значит, за себя и за того товарища, или за того парня, как говорилось, во время войны, вот, то есть выполнять 200%. Это было основным условием. Но дело в том, что, опять-таки, вот, вот этот вот пафос, энтузиазм и прочее, даже этих вот детей, малолеток, можно сказать, он их не устраивал. Они стали работать 200%, 300%. Ну, у меня десятки стахановских книжечек, вы можете посмотреть, там и 500%, и более-более. Быстро это, значит, стало расти, ну, сначала это в сборочных цехах, там, где надо было, узкие места назывались. Вот, там надо было оставаться, значит, и днем, и ночью работать столько, сколько нужно было, и так далее, и так далее. А потом это дело переросло даже выше и выше, планка стала расти, подниматься и до тысячи. Появились тысячники, точно так же, как и на других заводах. А что такое тысячник в военное время? Это один человек должен работать за сколько? За 10 человек. А 10 человек это что? Это уже бригада. И рекорд, самый, что наивысшее поднятие этой планки, это было 2652%. И выполнил это Гордеев Николай Дмитриевич. А если брать в расчет одну деталь, к примеру, сколько времени на нее уходило? Вот, чтобы сделать... Уходило? Да. Вы знаете, если брать, значит, за основу наш этот самый, наш бронекорпус, бронекорпус состоит из 66 отдельных деталей. Они собираются, эти детали, толщиной от 4 миллиметров до 12 миллиметров. То есть, вы представляете разношерстность, значит, вот этой вот толщины, да? А ведь их надо так собрать, так собрать, что превышение одной детали относительно другой должно быть не более 2 десятых миллиметра. Это невероятная точность. Поэтому, в зависимости от того, куда она идет, она внизу, она сбоку, она сверху, и так далее, и так далее, потому что разные толщины, снизу, естественно, стрелковое вооружение, значит, противника бьет снизу, да, в основном-то. Сверху меньше, с боков, и так далее, причем ракурс, мы даже испытывали на полигонах, и так далее, и так далее. Или как стрелять, или перпендикулярно стрелять вот так вот, это одно. А когда самолет летит, имеет скорость, да здесь еще, значит, эти самые всевозможные радиусы. Вы представляете, какой сложный радиус, да? Вот один радиус, а это другой радиус. Вот это совокупление радиусов вот этих, скорости и так далее, и так далее, приводит к тому, что не пробивает, рикошетит. Вот снаряд, пущенный вот так под углом, он рикошетит. А если вы стационарно, то есть в лабораторных условиях, как вам сказать, в полигонах, бьете вот так, здесь совершенно другая сопротивляемость. Согласны с этим, да? Вот все это накладывает на то, что детали разные, но, естественно, они разных, так сказать, и этих самых степеней изготовления. То есть на одну нужно, 10 норматисон на другую там, 200 там и так далее, и так далее. Когда мы перешли уже на это самое, как вам сказать, на поточное дело, то есть много стали делать, да? Вот, у нас появились пресса, 400 тонн, 800 тонн, 800 тонн, пресс огромный такой, он 5 метров уходит в землю и так далее, и вот он прессует. А как он прессует вот такую деталь, которую не пробивает ни один снаряд немецкий? Как он может его спрессовать? Для этого у нас есть термический цех, там есть, значит, печи, и вот в этих печах до коления, белого коления, значит, вот эту деталь, из которой потом вот получится вот такая штука, ее туда запускают. И вот она там часами, значит, лежит, нагревается до температуры 990 градусов. Это солнце, когда ее вынимают, это солнце, раскаленное, горящее солнце. Так вот эту вот деталь, хватают, значит, этими сами, это женщины делают, хватают клешнями, потому что близко подойти-то нельзя же, она же раскаленная. Хватают детали весом 100 килограмм, раскаленные, до невозможности излучающие. Что ты его знаешь, значит, какая жара? Они ее 18 метров несут, значит, к прессу, вон он, вон пресс, вон фронтовая бригада, вот они, члены фронтовых бригад. Несут под этот самый под пресс 800 тонн, бригадир вот этот нажимает кнопку, делает, значит, вот эту штамповку вот эту, ее снова берут и 18 метров несут в закалочную ванну. Слушайте, а как справлялись все-таки женщины-то? Это вообще как возможно было? Ну вот хрупкая женщина, еще противостояние. Дело же невозможно. А женщины откуда они взялись-то? С колхоза в 42-м году. Была выпущена мобилизация, трудовая мобилизация по стране. И были бригады, которые ездили по селам и вот так вытаскивали. Так, сколько у тебя, значит, детей там, туды-суды, мать говорила. Раньше детей-то было и 8, и 12 человек. Вот девушек смотрели, которые более-менее набирали на этот сам, на завод, чтобы девчонки-то были, да, 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 телосложение, чтобы у них было, сила была и так далее, и так далее. И вот их привозили сюда. Обучали, естественно, обучали. Они становились, значит, бригадирами, ну, все почти стахановцами и так далее, и так далее. А что они говорили, как у них это все получилось? Ну, так вот и получалось, говорит. Что фронтовики, что теловеки, не любили они, вот, как вам сказать, бахвальство. Я говорю, ну вот, ты, значит, работу закончил, и чего? А он, говорит, меня на руках, вот так вот, значит, ребята. Почему? Ну, у каждого там другие там работы, другие эти самые детали и так далее, и так далее. Кто поменьше, может быть, кто и побольше. Но, оказывается, значит, он, говорит, я, говорит, прихожу когда до постели, у меня уже ни чая, у меня ничего не надо, я просто валюсь. Так я два часа заснуть не могу, я трясусь во сне вот так. С этого инструмента? Ну, да, он же, он же, он же как, ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Это аналогия, как будто за станковым пулеметом, за максимум. Сидит и он, ты же видишь, кинут. Угу. Он, и пулемет трясется, и он трясет. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. А тут в тылу то же самое. Вот как люди работают. КОНЕЦ